Всем привет! Сегодня 1 октября и Epic Games раздаёт бесплатные ассеты на этот месяц и мы смотрим, что они вообще раздают. Во-первых, это у нас Cave Ruins, то есть руины пещеры, 47 ассетов. Ну, я предполагаю, это 47 моделей они имели в виду. В общем, да, 47 моделей, 11 блупринтов, персонаж и NPC, точнее, плюс NPC. Давайте взглянем, что он из себя представляет. В фотографии можно вот так вот посмотреть. Загружаемся. Так, это у нас как раз таки локация. Если снаружи посмотреть, она вот такая, не суразная, наверное. В общем, снаружи какой-то мажь стоит. Давайте запустим. У нас имеется вот такой вот персонаж здесь. Он пустой, даже глаз нету. Хотя руки стоят типа образно-человеческие. Есть небольшие огрехи, он прям руками насквозь тело проходит, конечно. Давайте взглянем, что у нас по сетке в данной локации. Ну, естественно, из-за того, что у нас вот такое основание каменное, да, она не имеет небольшую сеточную структуру. Все же элементы, которые у нас здесь есть, но прям слишком слишком высокого качества. Я бы не сказал, что они оптимизированы. Но, возможно, они сделаны под какую-то определенную задачу. Сейчас я включал шейдеры. В общем, как видите, здесь все более-менее нормально. Единственное основание здесь это вода у нас. Вот она имеет такой красно-розовый цвет. Естественно, огонь. Но все остальное, в принципе, вполне достойно. если побегать по локации, имеется вот такие вот, не знаю, как это назвать, катакомбы, наверное. И что-то здесь просвечивали. из-за того, что здесь стоит такое автоэкспозиция, в общем, она то темная, то светлая. В общем, очень плохо. Надо настраивать более-менее адекватнее. потому что в таком, если даже это ставить в игру, это невозможно играть. Давайте полетаем овлите. вот такая вот у нее структура. Здесь, получается, куда мы заходили, все элементы имеют определенные размеры и отделения, так скажем, разделения. Ну, в общем, вот так вот. Ассет интересен, можно использовать. Единственное, что надо смотреть по полигонажу вот этих моделек. Перейдем ко второму ассету. Далее у нас получается храм Камбоджи, руины снаружи и внутри. Давайте загрузим этот ассет, чтобы посмотреть, что он из себя представляет. Выглядит все симпатичненько. Вот он как выглядит. Давайте запустим. в общем, здесь такая лестница, ведущая в никуда. Просто для красивой картинки. В общем, расставлены вот эти элементы и такое ощущение... А, этот туман в общем создает такое ощущение, как будто бы темнота за тобой уходит. просто ограничили. И здесь, как видите, лучи солнца. Они сделаны у нас обычными сплайнами, а точнее даже звездой. Получается, вот если мы... Вот они даже крутятся по перемещению камеры. можно увидеть, что она состоит из шести сплайнов. точнее, плоскостей. Ну, здесь то же самое и здесь то же самое. Как видите, по шейдерам здесь все отлично. Ну, единственное, прозрачные, так скажем, лучи от солнца. О, у нас полигонажные сеточки. Ну, я бы сказал, отвратительно. Это, как говорится, посмотреть. Такое ощущение, как будто это снимали с помощью фотограмметрии и чуть-чуть урезали маленькие полигончики, превращали их чуть больше. Прям видны какие-то подождите-ка, посмотрим. Они, походу, складывали из камешков, что ли, я что-то не понимаю. Такое ощущение, как будто вот эти штуки складывали из камешков отдельных. В общем, люди заморочились. Ну, если что, это вот эта вот часть начинается отсюда. заканчивается здесь. Она просто повторяется здесь два раза. Можно заметить даже. Ну, и вот эти элементики тоже то же самое, только переставленные местами части. В общем, здесь небольшие количество. так, этот ассет состоит из двух уровней. Давайте посмотрим на второй уровень. так, если мы взглянем этом мы снаружи. Сейчас посмотрим, как это вылетел снаружи. залетим все-таки. И здесь как раз таки с аналитом пролетим. То есть, как вы видели, вот эти эти же строения, только они составляют уже стенку внутренней части. Хотя мы их видели снаружи, они похожи на предыдущий уровень. Здесь вот такая вот катакомба. Кого-то заточили. Огонь как будто бы из газовой горелки, конечно, горит. Модели в принципе ничего. Давайте посмотрим на сеточку. Есть есть некоторое ощущение, как будто это фотограмметрия все-таки. Так. По шейдерам все отлично, как и было в предыдущей. Это у нас освещение. Вот эти лучи от солнца как раз таки нам дают красный оттенок такой здесь есть где-то или мне показалось как будто бы солнце отсвечивало. Возможно, я отсвечивал. В общем, симпатично, но в некоторых местах из-за автоэкспозиции у нас прям засвечивает. Третий ассет это фантастические персонажи. Несколько штук их там порядка пяти или шести даже не помню точно. Здесь не указали вроде бы. а восемь персонажей. Давайте взглянем, что что за персонажики. А вот такое вот количество персонажей плюс к ним имеется некоторая анимация. Давайте пролетим. Сначала посмотрим на персонажей. Это персонаж. есть ощущение, что ему заменили голову. Где-то я такого персонажа уже видел с таким телом. Походу ему заменили голову и доделали некоторые элементы одежды. Точнее сделали некоторые элементы одежды. Это у нас второй персонаж. если что смотрите по текстуре они совсем разные. Здесь как будто разрисовывали по одному виду. Здесь уже по другому виду. даже модель разная. Ну как вы видите вот такие вот они. Это третий далее голем каменный здесь старичок заходи на пикничок дальше воин непонятный расы. Так что с волосами? Это не волосы это капюшон такой или как это у нас еще один персонаж. У меня такое ощущение что эти персонажи были сделаны нейронкой. и просто доработаны. Очень очень хорошее ощущение. Надо посмотреть ассет там есть отметки использовалась нейронкой или нет. Это вот а это один и тот же просто здесь у него имеется вот такая вот гриба. ну и здесь естественно мы сейчас посмотрим ассетики. Так еще два это у нас орг такого вида и такого вида. давайте запустим это как раз таки их анимации пресс-дрог в общем стандартной анимации анриловского скелета а вот здесь уже какие-то дополнительные анимации ударов падений ну здесь стандартные и здесь также имеется стандартный анриловский персонаж возможно может чуть измененный скелет надо смотреть это в общем из вот таким количеством анимаций кстати есть некоторые анимации которые я бы обязательно взял персонаж двигается приседе поворачивается плавает бегает во все стороны влево вправо движение как раз таки падает ударяет в общем вот это нужный ассет как минимум для анимации это точно ну и два персонажа из этих более-менее можно использовать четвертый ассет это у нас выход ракетного двигателя это VFX эффекты вот так выглядят эти эффекты давайте я вот так скрою чтобы было более-менее симпатичным выглядим но очень хорошо очень хорошо красиво это надо как говорится сравнивать такие выхлопы если у вас имеется несколько паков каких-нибудь допустим нужно сравнить какой из них затратнее будет получше будет вот такие вот симпатные несколько штук мне даже понравились очень я по-любому их бы использовал но здесь смотреть по полигонажу полигонажу конечно бессмысленно потому что естественно они рендерятся сразу строятся как говорится в некоторых уже на некотором отделении ну и по шейдерам естественно они будут белыми потому что очень много прозрачных элементов ну даже некоторые вот более-менее еще как-то здесь прям совсем белые но их тут и гораздо больше представьте что здесь 5000 полигонов летят вдаль в общем переходим к следующему ассету это у нас стилизованный парижская улица стилизованная такая под какой-то мультфильм возможно даже давайте пролетимся по этой улице у нее вот такой вот шейдер своеобразный но выглядит симпатично и мне показалось как будто быть текстура превьюр написано или мне кажется это запеченный или нет это понять не могу по полигонажу естественно трава большое количество это даже непонятно ну да плоскости но они какие-то чуть-чуть смещенные так это это ну нормально достаточно хорошо единственное что у нас мешки почему-то другой сеточки полигонажные возможно для того чтобы они казались измятыми более-менее естественно ну и с землей что-то непонятно что здесь происходит я включил показ шейдера клавиши F5 сейчас ждем загрузки ну я не понимаю она то ли не может прогрузиться то ли то ли не хочет как видите здесь вот эти дома почему-то красные почему неизвестно не то включим эти зеленые а эти дома красные как будто бы они создавались разными людьми либо их забыли привести в нормальное состояние очень интересно ну и в общем я думаю на этом мы все то есть естественно внутрь залететь здесь не получится здесь чисто только снаружи ничего внутри нету двери кстати можно открывать то есть можете составлять что-то из этих элементов посмотрим здесь чистый угол здесь детали отдельные здесь у нас кубмапы как видите если пролетаю сквозь эту плоскость которая здесь стоит то мы получаем все появляемся на обратной стороне ну как создаются кубмапы у меня есть видео дерево тоже сборное интересно в общем на этом все если вам какие-то ассеты понравились напишите какие из них более-менее лучше и до скорой встречи всем пока